За Россию без жестокости ивановцы присоединились к всероссийскому митингу в защиту животных. Минувшую субботу на площади Ленина собралось около 90 человек, ратующих за права четвероногих. У каждого здесь своя битва. Кто-то выступает против прекращения опытов над животными, кто-то требует отменить тестирование на хвостатых, косметике и бытовой химии. Битвы разные, а вот война одна, зоозащитная. Я против наличия в нашей стране притравочных станций. У животных нет шанса оттуда уйти или сбежать, или защититься. Нет притравочных станций. Разведение под контроль взять. Против жестокости и насилия. Тоже против жестокости и насилия. Во время митинга участники собирали подписи под петиции, обращенные к президенту Путину и председателю Госдумы Володину с требованием принять федеральный закон об ответственном обращении с животными. Основные тезисы документа таковы. Внести поправки в пункт о пропаганде живодерства. Запретить умерщвление животных как способ регулирования их численности. Создать зоополицию и ввести институт уполномоченного по правам животных. Этот митинг уже второй по счету. После первого активисты увидели результаты своей борьбы. Первый митинг был посвящен живодеркам. Их посадили. В тюрьму сейчас дело, естественно, дальше продолжает развиваться. Кроме того, начали юристы задумываться над ужесточением 245-й статьи. Кроме того, начали сажать живодеров, начали писать на них заявления. Люди перестали бояться, перестали опускать руки и говорить, что ничего не произойдет. И перестали сидеть дома, начали действовать. Задача зоозащитников – достучаться до федеральных властей и найти как можно больший отклик у неравнодушных россиян. Иваново в борьбе за права четвероногих показывает хорошие результаты. Явка на акции в областном центре выше, чем во многих городах страны. К слову, зоомитинги заявлены в 150 муниципалитетах. Необходимо проводить какую-то просветительскую работу, может быть рекламу социальную, может какие-то баннеры в городе. О том, чтобы люди задумались, что они ответственны за большое количество животных бездомных у нас в городе. К беззащитным животным, будь то дикие или домашние, зоозащитники относятся гуманно. А вот людей жалеть не хотят. Один из важных тезисов для правительства – ужесточение уголовного наказания для живодеров. Предлагается увеличить срок в четыре раза – с двух до восьми лет лишения свободы. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.